Всем привет, дорогие друзья! Неожиданно здесь с Димкой, у меня в руках эта книжечка, значит это Мегамикс, это Дорога к ЗАГСу, восьмой выпуск, и он сегодня, ну не знаю, либо полностью, либо частично, одну главу мы засчитаем с Димкой. Здравствуйте, ребята, я давно хотел прийти сюда, мне соскучился по вам. Врет! Я б даже сказал, пиздит! А, я забыл представить свой, Серега хвалился носками, а то, видите, бомба! Так, всем тем, кто не понимает, что происходит, да, например, я, давай. У меня в руках книга Лолиты Гомельской, Дорога к ЗАГСу, это сериал, который длится уже, ну, на протяжении семи серий, вот сейчас восьмая выходит. Эта книга называется еще из серии «Час с психологом», здесь вот эта вот женщина, Лолита Гомельская, хотя, вероятно, это какое-то собрание авторов, она дает советы о том, как, ну, как можно легко выйти замуж. Не думаю, что это собрание авторов, скорее всего, но если бы это было собрание авторов, они, по крайней мере, друг друга бы как-то редактировали, правильно? Но не факт, может быть, это собрание таких ленивых авторов. Не думаю, все равно, только один человек мог это сделать, это Лолита Гомельская. Я вообще думаю, что Лолита Гомельская это вымышленный персонаж, она... Еще скажи, Макс Фрай, да, вымышленный персонаж? А может быть, Макс Фрай и есть Лолита Гомельская? Ну давай, по лоберинкам эхо пройдемся. Ой, ладно, по лоберинкам Лолиты Гомельской мы проходимся. Добро пожаловать на дно. У нас осталось всего четыре способа, но сегодня мы разберем только два. Но если они в конце, значит, они самые бомбовые. Ну, не факт. Как показала, кстати, практика, в последние разы то Лолита Гомельская исписывается. И вот в основном, которые в середине были, способы те, были вот прям сочные-сочные. Типа ложная беременность. Подожди, я хотел тебя спросить у твоих подписчиков, есть ли обратная связь из этих советов, а не какие-то для меня? Вот что я в жизни не так делаю. Ну, они говорят чаще всего, что ну вот, когда выходит новая серия, они говорят, что вот, теперь я точно выйду замуж, но в основном это одни и те же люди пишут под каждым видео. Поэтому, походу, не очень помогает. Но, не, кстати, вот, когда был выпуск там «Сложная беременность» или еще с чем-то, там говорили люди, что типа, а я знаю таких людей, которые так вышли. Так и было. Сегодня два способа. Физическое воздействие и шантаж. Физическое воздействие... Физическое воздействие. Мне приходит на ум только, ну, закрыть в комнате, да, с веселящим газом. С веселящим? То есть, типа, грустным в ЗАГС нельзя идти, только с веселящим. Ну, я думаю, что тут, как бы, просто применить силу, запугать. Хотя тогда... Ну, возможно, кого-то нанять, да, из бандитов, чтобы они запугали, да? Угу. Или братьев, или отца. То есть, кавказских бандитов. Кстати, перед тем, как мы начнем обсуждать, интересный момент, у тебя же вот, вот, люди видят, у тебя есть кольцо, и ты женился очень-очень-очень быстро, спустя две недели буквально после... Нет, подождите, сколько? Нет, нет, спустя пять месяцев после знакомства. Ну, все равно достаточно быстро в наших тяжелых... У меня еще не зажили шрамы. То есть, там тоже было физическое воздействие? Только другого характера. Тебя ударили прямо в сердечко. Меня вырвит сейчас просто. Итак, физическое воздействие. Итак, мне кажется, глава, которая начинается с этап, уже обречена на успех. Итак, если не один из способов, перечисленных выше... Кстати, чтобы вот просто тебя ознакомиться, тут были... Сексуальный рай. Понятно. Лучший друг. Просто люби его. Вот это самый лучший был способ. Просто люби его. Загадка. Ну, типа, ты все в реке. Обо мне столицы тысячи ролей. Конкурсный. Ну, там было сложно. Вот карандашом. Ну, почти только. Ну, кстати, это был бы прекрасный. Блин, она так карандашом в бутылку попадает, что... Уходи за меня. Да. Это был бы тот мужик, который вот когда кидают вот этот вот... Ну, когда девочки кидают букет, то все же там пытаются поймать. А когда мужики, то особо никто не ловит. Либо дают тому, кто точно женится. А тут вот прям можно было бы и побороться. Соглашательский. Ну, видимо, абсолютно соглашательский. Ему потакать, да? Потакать. Потакательский тогда. Потакательский. Рефлексивный. Потыкательский. Ну, это первый. Это первый сексуальный рай. Так. Можно все подрочить и расслабиться? Рефлексивный, если вы живете вместе. От противного. От противного надо уходить. Да. Спонсорский. Это там спонсировать его. Его спонсировать. Его спонсировать, да. Там, притом, так было написано. Там всякие были масштабы, типа, дари ему машину. Каждый же может подарить машину. Каждый может подарить машину. Ради ЗАГСа-то что с учебродом? На что не поешь? Да. Потом способ десятый. Наивная соль. Ну, тут я уже не помню. Потом... Да, ну все понятно. Наивная соль такая вся. Это воздушно. Ну, да. Но там был еще этот... Соглашательский. Они как-то перекликаются. Ладно, дальше была настоящая беременность. Залитие от него. Ложная беременность. Сделали вид, что залитие это был. Подстроенный. Типа остальные спонтанные были. Ага. Четырнадцатая операция заслон. Потом двойной удар. Ну, короче, она еще это название придумывает. Ну, она еще со Стивеном Сиглом. Ну, а она, короче, мастак по названиям. Надо было ее приглашать. А то НКВД, НКВД. Кстати, подписывайтесь на второй канал. Скорее всего, его перименуем. Я все чаще об этом думаю. Например, в КВДН. Не дай бог. КВН! Общие интересы, недотрога, напоить было последнее и физическое воздействие. Погнали. Физическое воздействие. Собственно, почему просто не остановить на этом каком втором пункте «Люби его». Ну, не хватает. Не хватает. Ну, не знаю, людям нужно было написать эту книгу, чтобы ее купили. Прошу 170 рублей. Сколько? 170. Даже Маргарита Симоньян не в состоянии себе позволить такую роскошь. Ну, а что? Если ты можешь позволить себе купить машину своему нищему роду, то можешь и 170 рублей. Ладно, все. Ближе к физическому воздействию. Итак, если ни один из способов, перечисленных выше, тебе не подходит, либо проверялся тобой или кем-либо из твоих подружек, а может быть даже и друзей сотни раз, и, к сожалению, не прошел до испытаний. Достоевский пишет, и оказался, и это все еще одно предложение, и оказался безуспешным, а замуж все еще хочется, то предлагает своему вниманию еще один. Скоро узнаешь какой. Мы, блядь, по названию уже поняли, какой. Да, да. А пока послушай одну маленькую историю, которая послужит намеком, подсказкой, чем же все-таки предстоит заняться. Ну, что за притча? Время охуительных историй. У меня твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать. Один преуспевающий молодой человек, проживавший до этого в областном центре, отправился в столицу по делам. Уровень растет на глазах. Тоже, это, работать гастарбайтером. А, чайника, привет! Успешно завершив их все. Может быть, в Бишкек, который мы знаем. Ну, кстати, да, в столицу. Может быть, Бишкек. Может, он из, допустим, Саратова решил. В любую столицу. В Ашхабад. В Ашхабад. По делам. По делам. Он отправился на дискотеку в ночной клуб, где подцепил, в кавычках, весьма симпатичную и довольно сговорчивую барышню. Она до сих пор называет это дискотекой. Но эта книга вышла в 2011-м. Извините, придирка стерта из памяти. Замыслив проверить на прочность свои чувства за один вечер, они отправились домой к даме, где и скоротали остаток ночи в теплой компании друг друга. Чувствуешь слог? Как не просто там пошли-пехнулись, а... Да, да. На утро парень проснулся от настойчивого звонка в дверь. С трудом продрав глаза, он подошел к двери и открыл ее. Ты же всегда, когда в чужой квартире оказываешься, продираешь глаза и идешь к двери и открываешь. Да кто там так валите? Я вас не звал! Идите нахуй! На пороге стоял мужчина средних лет, приятной внешности в цивильном прикиде и компанией двух шкафов. Шкафов не из бравой мебели? Да, да, да. Ну, помним, 2011 год. Сюжет очень архаичный. Ну что, сынок, натворил? Теперь женись, сказал он. Наш герой, хоть и не сразу, но был вынужден согласиться. Ну, собственно, что можно ожидать от такого человека, который дверь в чужой квартире открывает? Да, да. По всей видимости, два веских аргумента за спиной папаши развеяли все его сомнения относительно того, что с ним станет в случае отказа. Похоже, ты уже догадалась, в чем суть данного способа. Подстава, да? Найти двух друзей для папы. Шкафов. А, ладно. А если папа с мамой в разводе, и папа куда-то уехал? Во-первых, она уже сэкономила на знакомстве с родителями, потому что это всегда такой волнительный момент. Ну да. Тут сейчас вообще пипец какой волнительный момент. А посрас! Все равно, это был сексизм, да, с одной стороны. Если бы мама с двумя подругами приехала. Ну да, тут, наверное... Ну что, папа, сынок, это вообще по-другому было бы, да? Да, вообще, женщина, отстаньте от меня и в окно, например. Нет, передача «Окна», 2011 год, дискотека. В окно прыгает и сразу в студию, пусть говорят. Сейчас, спустя какое-то время, вы нашли именно эти фотографии у своего сегодняшнего супруга. Именно так. Мы догадались, что его теперь будут прессовать, что угрожать жизни, что он поматросил и бросил. Что так не делается в нормальном обществе. Девушка приличная всего лишь познакомилась с парнем, пригласила его к себе домой. Сразу занялась с ним развратом. А он, некультурный человек, хотел уехать. На следующий день. В областной центр. В областной центр. И папа сказал, что так не делается в нормальном обществе. Да. Мою высококультурную дочь обманом заманили к ней в ее дом. Классические 100% абьюзивные отношения. Короче говоря, если долгие и упорные переговоры не привели к желаемому результату, предлагается силовой вариант решения проблемы. Как говорится, не хочешь – заставим. Такое чувство, что она не в 2011, а в 2001 вышла. По количеству этих привоуток. Как говорится, не хочешь – заставим. Да, я уже сказал. Просто два раза. Ну, заставили сказать. Заставили сказать два раза. Ларита, мы все поняли. Ну, а если ты сама не знаешь, как это сделать, научим. Как ни печально, но существуют еще на свете такие непонятливые мужчины, которым следует сотни раз доказывать, что они безумно любят своих женщин и не представляют своей дальнейшей жизни без них. Не знаю, к чему здесь было это предложение. Да, я тоже не понял. Так вот, видимо, и тебе предстоит избрать предлагаемый способ для того, чтобы, наконец, внушить ему, что лучшей жены ему не найти ни за что на свете, как бы он ни старался. Ну, короче, понятно. Угрозы, шантаж, рэкет, буплядство, наркотики. Welcome to 90-е. Да, короче, не получилось по-хорошему, а то ложная беременность – это самый лучший способ, что было здесь. Поэтому по-плохому. Классические 100% абьюзивные отношения. Подожди, а там был этот заговор или как они… Приворот? Ну, кстати, кстати… Ну, вот, наверное, 21-й будет нетрадиционный, но мы до него уже дойдем. Я. Ладно, хорошо, сам прийди до него. Не хочу в этом участвовать. Чтобы воспользоваться этим способом, предлагаем несколько путей. Тут еще и есть варианты, видимо. Ух ты. Во-первых, ты можешь немного припугнуть его. Расскажи ему какую-нибудь невероятную историю, иллюстрирующую то, насколько страшна женщина в гневе, и что она может сделать с кем угодно в состоянии аффекта. А я тут кабана, короче, пырнула. И достает каких-то огромного кабана. Ее видения были очень похожи на свиной песок. Или был у меня дружочек, и у него все игры удалила. Это, кстати, очень страшно. Оглядываться хочешь потом по дому. Вспомни что-нибудь, соври, наконец. Главное, не перегнуть при этом палку, не доводи в своей истории до летального исхода от инфаркта объекта своего внимания. Если он выживет, то может подумать, что тебе доставляет удовольствие смаковать подобные вещи и засомневается относительно твоего психического здоровья. Господи, если человек купил эту книгу, насколько сильно он хочет выйти замуж, и вот тут уже понятно его сомнение. Дорогие мужчины, если вы видите у женщин на полку вот такую... Запомните эту обложку, вот этот корешок. Особенно вот именно если она в таком виде, по трёхотам, зачитанная до дыр, то задумайтесь. Видите дальше, чем видите. Страшно пиздец. После этого как бы не взначай спроси его, как ему нравится идея взять тебя в жены. Лучше всего, если беседа происходит на кухне, а ты при этом готовишь что-то на сковороде. Ой, господи, насколько это утрированно. Или, если совсем не умеешь готовить, моешь посуду. Если совсем не умеешь готовить, то... Блин, есть охота. Просто от пыли протирать. Есть охота. По мою посуду. Когда не умеешь есть, что ещё остаётся делать? При этом происходит двойное воздействие на его сознание. Во-первых, он видит, какая ты всё-таки хорошая хозяйка. А во-вторых, вид сковороды, которую ты держишь в руке вместе с рассказанной тобой историей, поможет его убедить. Так что побольше лапши, не на сковородку, конечно, а на уши. А ещё... Лови, да. Панч на панче. А ещё, мне кажется, это, знаешь, что... Можно было тогда несколько способов совместить. То есть, вот там спонсорский, ты подари ему машину, но в машине должны было быть двое бородков, в которые он заходит, и они такие... Если ты не женишься. Ну и, короче, там, пирог. То мы с тобой, брат. Мы бывшие её. Нет, ну, Серёг, это даже уже настолько это утрировано и мерзко, что вот... Постарайся заранее создать у него впечатление, что силой и ловкостью ты не обделена. Например, поведай душесчипательную сказку о том, как однажды ты сумела отбиться от шайки насильников. Во-первых, это создаст у него ощущение твоей решительности практически в любых обстоятельствах, и он побоится отказать тебе. Во-вторых, это убедит его в том, что, женившись на тебе, он сможет быть уверен в своей безопасности, и тогда он даже не захочет протестовать. Вот тогда смело хватай его и тащи в ЗАГС, пока он не забыл всё, что ты его тут запрела. Всё так просто. Всё так просто. Я тут, короче, раскидал и четверых этих второклассников... Второклассников? Они... Они... Они меня подстерегали. Идём. Второй год угрожает. Да вы что делаете? Я милицию вызов сейчас. Банду позову. Вы не соображаетесь, что делаете? Вы школьники. К сожалению, как и любой другой, этот способ не лишён некоторых недостатков. Не думаю никогда бы. Во-первых, он достаточно ограничен. Только если твой избранник слишком фичатлительен, крайне интеллигентен и падает в обморок от любого упоминания о насилии, тогда, возможно, подействует. Короче, ссыкоклик. Сыкуха, короче, да. Во-вторых, их мужчина, испугавшись оказаться под каблуком устой решительной сильной женщины, какой-то ему представлялась, может попросту исчезнуть. Или у него откажет память, он забудет, что согласился на тебя жениться. Представляешь, какое разочарование ждет тебя, если это произойдет прямо на пороге Дворца Дракосочетаний. Вот вы зайдете на порог, а он такой не хочу, не буду и делай со мной, что хочешь. Я считаю, что это книга чистой воды сексизм. Они рассматривают мужчин как объекты для каких-то уловок своих. Да. А женщин как... Не знаю, у женщин такие вот настроения бывают, сексистские, что они считают, что мужчины их используют. Не знаю, не уверен. Сексизм это институционализированное угнетение. А если мужчины вот такую же книжку выпустят, да, там какой-нибудь пик, ну, ты помнишь, вряд ли, да? Вряд ли, вряд ли. Какой-нибудь там типа соблазни институциональный. Не было бы никогда такой книги. Никогда такой не бывает. Так что надо быть честными, женщины. Вы перебарщивайтесь. Вот, да. Пожалеете нас, но мы для вас не какие-то объекты. Да. Мы тоже люди. Мы люди тоже. Так что это несправедливо. Несправедливо это. Подаем в суд на Гомерскую. Суд сейчас больная тема просто. Мы признаем подсудимого виновным в убийстве. Извини. Тогда тебе стоит задуматься, а стоит ли этот хлюпик твоего времени, внимания и усилий, чтобы в конце концов приобрести себе в мужья нечто, называемое мужчиной, но не являющиеся таковым на самом деле, а являющиеся сыкривым. Да. Какая-то вообще несостыковка, да? Запугай его. А если он запугается, то он сыком. И он тебе не нужен. Охуенный план. Хотя если тебе просто нужно выехать за границу или требуется московская прописка, тогда, конечно, можно ходить за кого-то. А, вот ради чего. В конце концов, твой избранник может просто не поверить твоей байке, и посмеявшись над ними про себя, он пропустит их мимо ушей, не приняв данного аргумента, как поступил бы любой нормальный человек. А, ха-ха. В этом случае тебе придется прибегнуть к более радикальному способу. В качестве веского силового аргумента ты можешь пригласить парочку богатырей, например, из тренажерного зала. Вспомни историю, поведанную нами в начале нашего рассказа. А, я понял. Ну, это если у тебя, конечно, есть доступ в тренажерный зал и доступ к этим качкам. А почему ты за этих качков не можешь сразу выйти замуж? Возникает вопрос. Ну, потому что нужно еще более сильные качки, чтобы их запугать. Чтобы тех запугать. И, короче, ты доходишь до босса. Это просто имеет границу. В принципе, логично. Возьми, да и запишись туда на занятия. А, она еще и предлагает как тебе найти этих качков. Возьми, да и запишись туда на занятия. Ох, какой трудный путь. Ты записала в тренажерный зал на занятия и не дошла пару качков, чтобы припугнуть своего сыпевого мужика? Грош тебе цена, девочка. Ну, мой диагноз вытерпила. В конце концов, тебе само это пригодится, если вдруг твои новые друзья не смогут самостоятельно убедить твоего мужчину на доступном языке, что ты самая обаятельная и привлекательная и что ты и только ты в состоянии окружить его домашним уютом и нежной заботы. Они, блядь, откуда это знают? Потому что они бывшие. В процессе тренировок познакомься с не очень симпатичными, чтобы не влюбиться в кого-то из них. Случайно, да. То есть, сразу. Потому что Лолита понимает, что если ты влюбишься в кого-то из качков, это путь в никуда. Потому что этот способ ну пойдет нафиг. Бля, это был бы разъем вообще. В процессе тренировок познакомься с не очень симпатичными, чтобы не влюбиться в кого-то из них, товарищами и постарайся убедить их тебе помочь. Постарайся. Не убеди. Ну да, они же там спортсмены все. Че, братан, как там? Помощь нужна, братан. Че, естественно? Ну, в принципе, да. А вообще, качки, это, конечно, интересные люди. У меня был одноклассник, он занимался вот этим пауэрлифтингом, да? Ну да. И все время идем, я на перемене мимо зеркала. Он такой... И все время об этом разговаривал и думал. Я никому, ну, не хочу обидеть. Прикинь, что от качков прилетит? Я пошутил и получил пизделей. А потом посмеялся. От женщин, от качков. Ну, короче, это очень у нас опасно. От Стивена Сигана. Что, в принципе, трое, три в одном. Ну, сурик, прическа, да. Только, только фуфич. Думается, редкий мужчина, даже если у него в голове одни гири и гантели, откажется оказать услугу симпатичной женщины. Да, вряд ли. Как-нибудь, после тренировки пригласи их к себе в тот день, когда должен прийти твой избранник, и представь их ему, как своих братьев, которые приехали из Сибири на твою такую долгожданную свадьбу. Мне кажется, она просто писала эту книгу в свободное от работы время, а работала она тамадой. И где-то вот такие... Просто, если представить ему их, как братьев из Сибири, значит, изначально при знакомстве, ну, все же там рассказывают о себе, да, надо сказать, что у нее есть братья в Сибири. Значит, это настолько надо продумать этот план, да, что с такими способностями, я думаю, что может, из семейной жизни нахрен не нужна идти куда-нибудь в президенты или, я не знаю... В президенты. Потому что все продумать так наперед, знаешь, Серега, это стратегия, пятилетка там... Я коренная москвичка. Потом, а это мои братья из Сибири. Но ты же коренная москвичка. Из Сибирс. Они молочные, я коренная, они молочные. Каламбурочная, не расслабляемся. Притом еще приехали из Сибири на твою такую долгожданную свадьбу. И мужик такой, если я за кого-то выходил, да? Рад за тебя, Катюха. И ушел. Ну, я поехал. Пока. Умчал нахер. Будет неприятно, если свадьба не состоится, и они обидятся на того, по чьей вине это произойдет. Правда, дорогой, ты ведь не хочешь, чтобы это произошло? Очевидно, что, оставаясь под тяжелыми взглядами твоих братьев, он сразу догадается, что виновником сочтут. Ну, не уникай его самого, и тогда уж точно женится. Вот гладко все уволить. Мужчина уже из чувства вины женится. Извини, обиделся. Давай, ну как загладить? Ну, давай замуж. Это да, сколько ж было-то этих случаев таких 90-х? Я помню. Браки, между прочим, на чувстве вины самые крепкие. Серьезно? Ну да. Вот знаешь... На чувстве вина, по-моему. Ну да. Не долгие, но... Не долгие, но крепкие. Но разводом не заканчивается. Ну там от 17 до 40 градусов, короче. Если же... Все, все, хватит. Не, я просто пытаюсь тебя поддержать. Мне сложно одновременно и читать эту музе придумывать. Я согласен. Если же внушительный вид твоих спутников не будет для него достаточно веским аргументом для женитьбы, то приодеть. Ну, логично. Во что? Да я шучу. То, вероятно, и придется немного его потрепать. Главное... То есть ты подписываешь незнакомых тебе, познакомивших... Ну... Мужиков, с которыми ты познакомилась только там на двух тренажерных занятиях, ты их подписываешь под уголовку. Ну или, во всяком случае, под административку. Если... Нет, Серег, причинение тяжких телесных это уголовку же вроде? Ну это тяжких. Может быть, они его тут же потрепатят. Просто угроза жизни, да? Ну это тоже как бы уголовка. Ну, драка, это же административка. Мы, блядь, считаем вместо этого кап. Ладно. Ладно. Главное, чтобы к дате, на которой будет назначено ваше бракосочетание, он уже вспомнил свое имя и мог самостоятельно передвигаться. О-о-о. Конечно, до такого старайся не доводить, а то отпраздновать свадьбу сможешь только года через три, когда освободишься, если твоего мужчину к этому времени не женят на ком-нибудь другом. Ну она вот молодец, просчитывает все варианты, в таком случае. Каждому времени своя чушь. Пойдя этим путем, ты также можешь столкнуться с некоторыми препятствиями. Опять. Не верю, не верю. Лолита, где способ, который стопроцентно играть сюда? Нет, по-моему, план идеальный. Я думаю, тут нет подводных камней. Мне тоже вот странно. Да. Даже, не знаю, ныряется к валанкам подводных камней больше в разы. Понимаете, это вам не стендап поперечного. Тут шутки, над которыми надо подумать. Которых следовало бы избегать, так как они могут разрушить вообще всю затею с замужеством. Тогда стоит задуматься, следует ли затевать подобное. Во-первых, если ты ровка и застенчива, то можешь прозаниматься, пока сама не станешь похожа на своих потенциальных помощников. А завести полезных знакомств так и не сможешь. Так все так просто, что ли, у нее, да? Ну, может быть, она знает заниматься. Это надо года два качаться там, я не знаю. Слишком сложно. Два года потратить на свадьбу, нет. Слишком сложно. Поднимаем новый бес и переходим на пресс. А во-вторых, как знать, возможно, твои новые друзья окажутся вовсе не бескорыстными людьми, и тогда тебе придется отделываться от них с помощью человека, которого они уговорили жениться. При этом все может открыться, и тогда лучше даже не представлять. То есть, походу, вот следующий способ, шантаж, он как бы для этого, как раз для вот этих мужиков должен быть. Если тебе вовсе неохота уродовать свое и без того прекрасное тело всякими бицепсами, трицепсами и прочими новообразованиями, кому это вообще идет? Я не понимаю. В процессе изнуряющих тренировок вспомни, что оказывается твой дядя бывший чемпион области, а ты каких-то других ребят приглашал. У тебя дядя чемпион области. Города-деревня в тяжелом весе по вольной борьбе боксу, дзюдо, самбо и прочее. Он-то уж точно придет на помощь любимой племяннице и с успехом заменит богатырей из качалки. Разве он не желает увидеть девушку счастливой в браке, которая нарожает ему кучу внучатых племянников? Вот тут я уже начинаю путаться в фантазиях Лолиты. Это она сейчас выдумывает или реально просит вспомнить? У каждого есть дядя, который чемпион области. Правильно? Ну, у тебя есть? У меня нет, но у каждого, кроме меня, есть. Ну, у меня тоже нет. Значит, у каждого, кроме меня, и у тебя... Ну, нам-то она не нужен, мы же не собираемся. Короче, у каждого третьего. Да. Не, ну, у каждой женщины есть. У каждой женщины есть, да, дядя? Не замужний. Не замужний. А когда замужний, то они уходят. Я, наверное, пойду-ка отсюда нахуй. Что, у тебя нет дяди-чемпиона внезапно прозревает Лолита? Нет, ну, вот что делать? Нету. Нету. Ну, кино-то ты наверняка смотришь. Телевизора нету. Нет, не телевизора, ни дяди, ни видеокайп-приемника. Не желание читать эту манюшку. Не видеокассет. Тогда попробуй немного иной путь. Думается, любительницы кинематографа вполне могут надеяться на своих любимых киногероев. Столовный Шварценеггера Сигала. Да. Это другое. Я не знаю. Первый раз об этом слышу. Американцы большие почитатели культа семьи и уж, конечно, не откажут себе удовольствия поучаствовать в процессе создания очередной ячейки общества. Я тебе говорю, что там чем дальше, тем все очень запутаннее. Вот то есть, ну, просто запугай его. Сложно было написать, потому что нужно было ей семь страниц написать. Ну, естественно. Там хронометраж. Хронометраж. Ну, да. Словометражка. Надеялась, что по этому произведению снимут любой сериал по России один. Ну, в принципе, такое случается. 22 сериала можно найти, мне кажется, по каждому из способов. А в некотором, если в какую-нибудь Санта-Барвару, там, может быть, и все 22 есть. В одной серии, да? В одной серии, ну да. Как с ними связаться, с американцами? Конечно, через интернет. Брось клич о помощи на сайт героя Терминатора или Рэмбо. Подождите. Может быть, они и не приедут, наверняка что-нибудь ответят. Например, что обязательно придут на помощь или что-нибудь в этом роде. И чтобы вы понимали, это, блядь, реально написано, сука, в книге. Это, это, блядь, напечатало издательство «Феникс», которое специализируется на этих, на учебниках для высшей школы, для средней школы. Я боюсь представить шевых учебников. Стоп, стоп. Я хочу понять. У нее есть возможность пообщаться со Сталлоне. И она, блядь, хочет... И она тратит эту возможность на то, чтобы очередного хлюпика запугать. За какого-то ссыкуна Левинского, ну, например. Ну, допустим, Левинского. Да даже Рязанского, господи. Ради московской прописки. Ну, у него просто есть, ну, тут дело-то уже не в московской прописке. Тут дело принципа. Тут областной центр на этом стоит. Ладно. Блядь. Ты, блядь, знакомый со Шварценеггем. Да ладно, ладно, бог с ним, со Шварценеггем. Если с Невским хотя бы знакомо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот все можно разрулить. Зачем тебе? Если с Невским там лучше скрывать, наверное, ну, абсолютно. Абсолютно. Очевидно, что твой друг видел у этих ребят в действии, и он ни за что не захочет испытывать судьбу, а вдруг и правда заявится, чем так знают, чем помяты свои плечи. Это вот такой мужик должен быть. Да нет. Он правда. Рэмбо правда бывает. А правда он мне звонил. Правда. Я Рэмбо позвонил, он сейчас пей. Пойдем в ЗАГС. Ну, че? Ну, че? Пойдем. Напомнишь эти дворовые пиздоболы, которые... Да, да. У меня мать, знаешь, сколько зарабатывает? Пятьсот тысяч. Просто машина там у меня ламборжини у бабушки стоит. Ну, чтобы не пачкалось, мы ее решили. Да, у нас были такие. Я как-то это, ловил с отцом. Знаешь, что я понимаю? Золотой слиток выловил. И вот тут так же. Я знаю, сейчас кому напишу. Шварценеггеру. Люся. Охлади. Давай поговорим. Пиздобол, он и в Африке пиздобол. Это действительно написано на бумаге, ребят. Это не бред параноидальный, это действительно на бумаге. Смотри, не перепутай адрес. То есть, ведь она реально думает, что не будет. Смотри, не перепутай адрес, а то попадется какой-нибудь слащавый красавчик доходяга Леонардо Ди Каприо и придется ему тонуть в твоей ванной. А твой избранник наверняка с удовольствием выполнит роль убийственного айсберга. У нее там был до этого способ напоить. Походу, она после этого способа решила немного дернуть. Да, она решила, напоить не получился. Осталось еще. Ах, осталось. Действительно, правда, Серег, но это настолько уже... Главное, убедись, что ты умеешь объясняться по-английски. Это важный момент. Надо, короче, накачаться, английский выучить, да? И все, и все мужики в областном центре твои. Но я не могу пойти к капиталу Сиберии так же. Из Баракта-бэй. Несмотря на то, что Арнольд и Слай... Кто такой Слай? Сталон. А, он Слай? Его так называют. Она знает, она в теме, видимо, бля, слушай, мы ее стебемся, а я... Блин, я уже 7 передач стебусь, они, наверное, просто коронавирус был, граница закрыта, а так бы уже прилетели бы мне. Короче, ребята, походу, это последние. Походу, суд будет не только один. Походу, будет не только суд, но и самосуд. Серега, бойся, я тебе говорю, я сам уже боюсь Сильвестра там. Несмотря на то, что Арнольд и Слай не раз уже приезжали в Москву и даже открыли ресторан, вряд ли им что-либо известно по-русски, кроме бабушка, с удалением на втором слоге. Перестройка и Горбачев. А все же это знают. Перестройка, Горбачев, Гайдар. Гайдар. Просто мы здесь помогать одной девушке. Как приехать на улицу строителей 800 6? Просто я приехал из Калифорнии. Мне 95 лет. Дайте мне костылья. Надо надрать задницу, надо надрать эс одному сукиному седу. заходит в митраку. I'll be back. Понятно. Молодцы, молодцы. Вали-то. Идею дала хорошую. Только звезды к нам будут гонять. Ну да. Можно и Норфана тоже. Я слышал, он психолог. Да, еще. Там Танос дальше будет. А Фринтс, зачем тебе американский? Герои комиксов. Халк, Танос. Человек-муравей. Железный человек. Они все помогут себе жениться. Выйти замуж. Ну а может быть и жениться, может быть там тоже попробовать. Я свободен ото всех цепей. У меня такое чувство, что на самом деле где какого-то? Столом? Макгрегор-то на самом деле не к Хабибу приезжал. Может на самом деле Хабиб не хотел на ком-то жениться? Коннор такой я тебе дам не пойду. Люська тебя хочет. Да. Так, Люська тоже рыжая просто. А то звезды что-нибудь не так поймут и подумают, что ты сама навязываешься к ним в жены. Так что с киногероями надо быть предельно внимательным, ведь они очень любят внимание. И непременно попроси автограф, им это очень нравится. Барак Обама сейчас приедет, Илон Маскетин и Шрек. Да. Ну просто за компанией. А если они будут совсем сговорчивыми, то можно и на свадьбу пригласить? Интересно, а что подарит слайд? Ты донор. Ты озвучил вырежу, конечно, всех. Не, ну может быть он на этот... Вырежи, пожалуйста, это слово, потому что жена не любит, когда на видео матерюсь. Она говорит дочка, посмотрит потом. Ладно, я сделаю пик. А может быть это? Просто вдруг еще там за плохие слова Арнольд что-то наберет. Ну да, или слайд. Я просто сейчас в Москве работаю и там звезды каждый день прилетают. Линдси Лохан мне на свертушке. Блин, не, ну давай подумаем, а что может подарить Сталлоне? Ну, если он подарит свою кассету раннего творчества на свадьбу, это будет как-то не очень. Не уютно как-то. Тем более кассету. Горбачев перестрой как кассета. VHS. Ладно. Ну а может быть, может быть, может быть, что может вообще подарить Сталлоне? Иглу. Не тянем. И порох туда еще. Это он после встречи с ее пацаном, кстати. И ленту эту, пулеметную. А что Шварценеггер может подарить? Билеты в Большой Театр. Уууу, бабушка, Большой Театр. Вот видите, шапку вот эту, вот из Красной Жары. О да. Купит на бате и... Хулиганы. Хулиганы. Приходит к нему это письмо. Помогите, пожалуйста. Хулиганы. И все. Спам. Несомненно, последний способ представляется наиболее интересным, но, по-видимому, самым невероятным. Да что ты. У меня-то со всеми. Я Антони Хоптинс недавно звонил. Спрашивал. Спрашивал, ну что там, как там, Катька? Что там, сготовился себе? Как Катька. А то я уже что-то проголодался. Кольцо Катьки подарил, да. Мало того, что тебе необходимо обладать доступом в интернет, то есть это сейчас самая главная проблема в этом была, так ты еще и должен уметь пользоваться компьютером, самой глобальной сети. А, еще и надо на программиста выучить. Понял. И знать адрес каждого из своих помощников проиграет наипоследовательные ошибки, тоже знаешь. Если же в компьютерах ты понимаешь ровно столько же, сколько и в правилах крикета, и до сих пор не в курсе, что такое 3W-сайт или e-mail, то можешь обратиться к кому-нибудь из своих надежных знакомых, и они помогут отправить сообщения. Из качалки как-то. Они еще и программисты. А, ну да, вот эта вот картинка. Правда, все знаменитости всегда загружены работой, и те может элементарно не повезти. Помнишь вот эта вот серия из Интерстеллара, когда Мэтт Конахи смотрит на экран, там, где его дочка, и он плачет, а на самом деле там письмо Лолиты, и он видит, что отправлено 7 лет назад, и понимает, что он не успел. Из знаменитости, наверное, кто без работы и кого действительно страшно было бы увидеть, это Панин. Да. Ну, по сути, да. Но если времени в обрез и ждать, когда освободится мистер Бьюз Уиллис, точно еще он же. Он, видимо, не только рекламироваться на Траст приезжал, но и Люське помочь из Улан-Удэ. Скорее всего, это основное было. Ну, понятно. Ты уже не можешь, что придется действовать самой. Советуем решительно брать инициативу в свои руки, ноги, губы и другие привлекательные части тела. Осуществив такой отвлекающий маневр, немедленно поражай глазами его прямо в сердце. То есть, блядь, еще и циклоп, блядь, люди Икс. Еще и, блядь, выучиться, блядь, лучи из глаз пылять. Ну, ебтру, блядь. Бояться нечего. Это... Поставь потерять голову. Посоветую ему поискать ее в ЗАГСе и, конечно, предложи свою помощь. Ты ведь знаешь, что он уже ее не найдет. Помощь, блядь, голову или ЗАГС, я не понимаю. Короче, она красится, ищи меня в ЗАГСе. Ищи меня. Такой стиль. Меня легко потерять, но я, если что, в ЗАГСе. Если я нужна тебе, ищи меня в ЗАГСе. Она устрашающая женщина, понимаешь? Таких тяжело найти. Сособ 20. Шантаж. Мой любимый. Хороший совет. Ну, что я могу сказать? Твой возлюбленный Супермен или невообразимый слесарь Гоша из слезоточивого фильма про недоверчивую Москву. Ну, тот Гоша, который без недостатков. И к тому же у вас определенно наклевываются серьезные отношения, но до обручения еще далеко. Так есть у него какие-нибудь грешки за душой? По-любому есть. У каждого есть, да? По-любому есть. Кладки не все закрывают. Да, да. Вот историю не все чистят. Тишина, Париж, Мать. Все в своих мыслях. И все, и тихо, спокойно, знаете. Ах, да, ты замечала, что он что-то скрывает, только от тебя или от всех на свете? Ну, конечно. Ты знаешь кое-что из его прошлой, почему-то в кавычках, жизни. Ну, был он два раза женат, но не платил налоги, да с кем такого не бывало. Как все. Как все. Как водят. Обычные люди. В смысле, ты давно уже уверилась в том, что с тобой он будет примерным семьянином и добросовестным налогоплательщиком. Только что-то не спешит он с тобой объединить свои усилия и виться в местное гнездо. Ты ведь на все готова, лишь бы был милый рядом. Штамп в паспорте тоже неплохо было бы иметь. Поток сознания, короче. Она пишет, как Эрджиния Ульф. Потоком сознания. Как же его мысли, которые витают неизвестно где, только не вокруг бракосочетания, повернуть нужное тебе русло. Тебе придется ему немножечко помочь. Погнали. Погнали, поехали. Ребята, очередной способ от Гвалиды и Гомершкаев. Мы с нами. Просто как-то, блядь, разбавить эту воду своей водой. Итак, он веселый рубахопарень, душа нараспашку, но иногда он замыкается в себе и слова из него не вытянешь. Ну, короче, это обычные люди. Вот ты и нашла способ помочь ему. Заметь, что его тревожит, какие проблемы он старается не обсуждать с тобой. Ты же знаешь, что люди обычно не поддерживают разговор, когда эта тема задевает их за живое. Проанализируй его высказывания по поводу своего прошлого. Отметь для себя, каким ты его еще не знала. Да и что тебе просто необходимо уяснить для себя относительно его прошлого. Составь подробный перечень вопросов, которые ты всегда мечтал, но стеснялась задать. А, короче, тест. Наверное. И такой... Анкетка, анкетка. Да, обычно-то мечтаю там о квартире побольше. Расскажи свою самую страшную тайну. Я убивал. Прям все такие сразу. Я убивал. Вот все мои грехи. Да. Ты ему скажешь, ну, напиши здесь. Он написал. Что за человек это? Зачем тебе это? Да ты ведь никогда не задумывалась о том, что все его мрачные, ужасные тайны, которые он старательно скрывает от тебя, можно использовать. Как? А ты никогда не слышал о таком виде спорта, как шантаж? Это вид спорта теперь. Ну, помнишь? Чисто женский он. Олимпийские медали. По биатлону, по плаванию и шантажу. Да, сука, спорт нахуй! Да, сука, спорт! Да, да! Не волнуйся, ты не станешь выманивать у него денег. Ты просто заставишь его наконец-то жениться на себе такой умной и ласковой, обаятельной и привлекательной. Потому что браки, основанные на шантаже, самые крепкие. Мы помним. Итак, ты окончательно убедилась в том, что для достижения твоей цели нужен шантаж. Все остальные способы перепробовала. Он от тебя еще не сбежал с ненароком. Поэтому остался только шантаж. Приготовься. Работать над осуществлением этого плана придется долго и упорно. Тебе потребуется терпение. То есть просто любить его и ждать. Да, просто любить это как бы недостаточно. Надо шантаж. Надо шантаж. Чем более тщательно ты подготовишься к делу, тем быстрее ты заставишь его думать и поступать, как ты хочешь. Первым делом найди среди его многочисленных знакомых тех, кто знал его в детстве, юности и ближайшем прошлом. Но будь осторожна. Выбирай только тех, кто не слишком болтлив и охочен до чужих тайн. А, ты тот, кто может тебе рассказать чужие тайны и проболтаться, да? Выбирай тех, кто не может. Ну, выбирай, кто не может. Такие люди могут тебе все испортить. Во-первых, у них, скорее всего, будут искаженные сведения, потому что у тех, кто интересуется чужими тайнами, слишком развита фантазия, чтобы ограничиться голыми фактами. У-у-у, например, у Лолиты Гумерской. Например. Во-вторых, они непременно разболтают твоему ненагадному, потому что ты о нем собираешь сведения. В скобочках. Наверное, хочешь написать анонимку в налоговую инспекцию. А-а-а! То есть, хочешь дать человека под суд, да? Под налоги. Только для того, чтобы он женился, вышел, дай, не как женился. Да похуй, он что-то сделал. К тому же, не пытайся... Почему все, когда ты... Все ошибаются на этом, женился, вышел замуж, и все друг на другом смеются, когда тот другой решился. Заметил, да? Да. Двойные стандарты в этом мире меня поражают. Да, согласен. Такое бывает со всеми. К тому же, не пытайся ничего разведать у его близких, преданных товарищей, они тоже могут навредить твоему плану подготовки шантажа. А как тебе известно, мужчины легче расстаются с любовницами, чем с друзьями. А тебе в данный момент никак нельзя его потерять. Вот ты бы рассказал мою самую страшную тайну. Ну, то, что я. Да мне даже стыдно это говорить. Вот. Вот. Бывает. Это тот, когда я, блядь, в кедах заснул, на кровати. Ты до сих пор это вспоминаешь? Да. Привет. Ну да, да. Вот. Мне и стыдно рассказать. Итак, из перечни его знакомых тоже отметай старушек, соседок, друзей, собутойников. О, Диман. Не получится. Не получится, да. И отвергнут их женщин. О, Диман. А, ну ты тут ни при чем. Не при чем. Ну я знаю их. Остаются только надежные источники. О, Серег, я пошел. С кого начнем? Кстати, он познакомился со своей семьей. Ну-ка, на каком клочке бумаги ты записал адрес о добрейшей бабушке? То есть, это же это... Это что, чела... Она хочет шантажировать тем, что он в детстве на ковер написал? Не знаю. Ну что бабушка может при тебе рассказать? Ну я курил за виражами до 18 лет. И бабушка это знала, да? Да. Страшно. Вместе с ней, да? Пыхтель. Она же и забивала. Отправляйся к ней немедленно, не забудь купить подарок, иначе ты не завоюешь ее доверие. Ты бабушка за этот... Бабушка за Живанши любого. За Живанши. Не, мне кажется, если там какая-то серьезная тайна, то нужно хотя бы этот, не знаю, домометр. Хрущева воскресит. Хрущева воскресит. Очень плохой пример. Да, ты не умеешь общаться со старушками, но придется набраться терпения и выслушать все ее рассказы о соленьях и вареньях, попробовать, которые тебе непременно предложат. Да и что в этом плохого? у бабушек самое лучшее соленье и варенье. Серег, ну скажи сам. А не стукачок ли ты? На-ка тебе мышьяк маринованный. Держишься. И тут уже девушка спрашивает, бабушка, почему у тебя плакаты медичи? Ну и так далее. Ой-ой-ой, много хапнул. Постарайся убедить дрожайшую бабушку в том, что тебе давно не хватает мудрого советчика, который помог бы в трудную минуту дельным советом. На примерах из жизни своего обожаемого внука она обязательно расскажет, как тебе жить. Дальше. Короче, внучечка, главное не стреляй в ментов. Видишь, очищаю? Павел он уже один. Вот, вот, Лешка-то малохольный. По пьяни. Ну было дело. Он просто дурачок. Ну там все понятно, блядь, и без алкоголя. Так, надеется, наверное. Знаешь, БЛМ бабушка лайвсмэтер. Был у меня случай с ментовом. Не хватайся за блокнот и не конспектируй каждое слово, тренируй и развивай свою память, иначе можешь навлечься на себя под поводозрение старушки. То есть, ты пришла к ней с конфетами и с блокнотом. Ну шо там? Алло, шо там с деньгами? Я Тимочку набью. Понятно, а с деньгами что? Алло. Да. Добрый день. Да. Алло. Я попал в денег. Ставлю мема. Аксения, вот этот. В группе была прикольная шутка. Здравствуйте, я хочу вам сообщить диагноз, у вас рак мозга и деменция. Ура, хорошо, хоть не рак мозга. Я так посмеялся сегодня, чуть-чуть, начал в черном юмор, и мне стало чуть-чуть черно в глаза. Че в ржете, блядь? У человека, блядь, беда, нахуй, в ржете, блядь. Тем более, что в последнее время каждый из них нит себя чуть ли не Широком Холмсом и смартфел в одном лице. Она пришла с блокнотом. Рецепт соленья, все. Которые я берегла с 85-го года. А, сука. Гнил. Под столом, блядь. Когда? Мистер и Миссис Мит, да? Ну или как бы Джентльмена. Ну, где-нибудь. Я не смотрел Джентльмена, Серега. Ну, надо посмотреть, да? Ну, если... Там бабушки были. Все фильмы, в которых есть такие сцены, надо смотреть. Все надо смотреть, согласен, согласен. А, еще в «Брате» же два. А, точно. Ты узнала предостаточные подробности из жизни твоего объекта, бабушка упоминала какие-то имена, адреса и даты, и немедленно свяжись Ролом, небряка исхода. Вы знакомы с... Да, 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 что вы о нем знаете. Лучше начни разговор издалека. А когда выяснится, что вы оба знаете твоего любимого, то тебе будет проще расспросить о его поделках прошлого. Интересно, как она на это представляет? Алло, незнакомый мне доселе Валера. У меня тут... Я тут, короче, винду переустанавливаю. У тебя как дела? Ясно, ясно, ясно. О, ну... А то вот мой муж, он что-то не очень понимает. Хотел тебя попросить. Ну, мой муж, который... Леха Селиванов. Ты знаешь его? Да, нормально. Или ты тут спарилась только, что он не... А что, не знаешь, что, ну, косички у него какие были? Да. В ментов он стрелял, не знаешь? А бабуля мне тут рассказала. Подожди, подожди. Я что-то... Я просто... У меня блокнота нет. Хотел в компьютер зафиксировать. Не работает. Приедь, пожалуйста. А можешь тот диктофон сказать? Да, да. Только почетче говорю. Микрофон уже славенький. Слови-то так это... Все за дело, что у вас почему-то телефоны тоже из 2001 появились. Да, кстати, не плохая мобила. Продать? Да. А змейка на есть? Да, была. А я подрочить люблю, знаете ли? Я сдрочил руку. Ты узнал жуткое... Случайным образом. Жуткое количество деталей из прошлого твоего благоверного. Не торопись с решительными действиями. Еще раз переправить все сведения. Для этого тебе придется основательно поработать с документами. И в этом тебе очень поможет твой старый друг, полковник МВД. Господи, а сколько друзей надо? Качки. Полковник МВД, Шокснеггер. Она могла бы свою банду основать. ОПГ. Да. ОПГ, как там? Синие воротнички. То есть было детективное агентство Лунный Свет, а будет брачное агентство Лунный Свет. Что, нет такого ценного экземпляра среди твоего окружения? Луанита, ну как ты угадываешь все? Постарайся приобрести. И все. Весь сэм. Привеки к своему расследованию как можно больше технических, юридических и просто знающих людей. Сто раз выверяй каждый факт из его биографии, чтобы достичь необходимого результата. Этот способ, по-моему, для Марии Борн какой-нибудь. Теперь перейдем к осуществлению плана. Начни с самых незначительных, но тем не менее неприятных деталей. В разгар дружеской вечеринки расскажи о каком-нибудь мелком грешке своего доброго, ненаглядного сначала подружки его друга. Разбавь это сообщение другими историями и сказками из жизни знакомых и малознакомых людей. Хорошо, если вечеринка будет достаточно многолюдной и шумной, тогда эта барышня не сможет помнить, кто и что именно ей рассказал. Сообщила деталь, жди результата. Скорее всего, твоему милому уже передали о новом слухе. Не жди, что он будет откровенничать с тобой, просто начни обсуждать с ним эту тему и не означай ни о каком-то там слухе, пробери реакцию на наживку раздражителей. То есть ты подруге друга, подруге челка-брата, вкидываешь информацию о том, что между прочим поговаривают, что Валера когда того самого не, Валера в советское время доктора Живаго сам Незда там читал. А потом к этому Валерия, ну, почему-то мне кажется, что ты за очень старого человека выходишь за нож, и говоришь у него там, поговорю, ты доктор Живаго читал? И он такой, ну да, и че? и ты такая, бля, не тот факт, наверное, где вы токолника моря? А, сейчас что-то изменился, кодекс, блин, уже лет двадцать, как, тридцать. Тебе это не считается изменой Родины? Он замкнулся, действуй осторожно, не вызови паники, тебе нужно лишь вызвать легкое беспокойство, замешательство с его стороны. То есть, если сам факт, ну типа, стрелял в ментов, в полицейских, хотел все смягчить, ну ладно, уже незачем, то... Сказано, сделано. Да, если твой РН стрелял в ментов, то ты такая, поговаривает, что кто-то петарду взорвал возле полицейского. Ну че, не знаешь об этом? То есть, ты думаешь, если он стрелял в ментов, а ты начнешь его шантажировать, он скажет, да не говори никому, ну я могу выстрелить человека, ну... Да, пойдем, пойдем в ЗАГС. Пойдем, пойдем в ЗАГС. Почему он находится в ванной? Пойдем, пойдем в ЗАГС. Помнишь, твоя цель уставить шантаж таким образом, чтобы за помощью он обратился к тебе? Да ну. Она становится влиятельным человеком в городе, пока она... Пока узнаем. Она первым стоит у всех других. Она бросает знакомыми. У нее есть телефон Шварценеггера, где-то прочее. Еще есть прошлого способа. Следующим шагом будут необъяснимые телефонные звонки, для выполнения которых тебе потребуется помощник. Ты, конечно, можешь звонить и сама, но зачем все лишние подозрения? И вот тут пригодится телефон Шварценеггера. Если он отказался приехать, то может хотя бы заназванивать. Да, он немного потратится, но, как-никак... на Билайн дорого сейчас. Ну да. Ну, бывшего губернатора, я думаю. Ну, короче, оплатишь ему, ладно. Да там ерунда. Ватсап позвонит. Да, кстати, пускай ватсап позвонит. Деньги херня, шваки. Подговори со мной преданную тебе подругу или друга, но помни, что они тоже должны быть увлечены идеей вашего скорого брака. Телефонные звонки ты можешь принимать и сама, так как вы с Милым становитесь соучастниками. О, баг, соучастники. Да. Команда КВС остановитесь. Он должен довериться тебе и вы вместе найдете выход из создавшейся ситуации. Ты создашь ему условия, при которых никто не будет напоминать ему о грехах молодости. Расскажи ему о своих многочисленных нужных знакомых, которые могут разрулить это дело. Но, загрузьте в голосе, добавь, что, чего ради ты будешь упираться и спасать его от преследования, если он даже не хочет построить с тобой влечте крепкую, здоровую семью. И чайку общества. И чайку. Да, Серега, не знаешь, интересно, нет, это еще не все, еще на странице. Не кидайся сразу же помогать ему, пусть подумает немного, но не перерыв сердце, пока он не догадался, что это твоих рук дело, он должен сам попросить у тебя помощи. Хорошо, он просит. Допустим, да. Хорош план, ничего не скажешь, но что делать, если тебе достался мужчина без недостатков и комплексов? Чем таким шантажировать? Да собой, дорогая, неужели он не дорожит твоим благополучием и здоровьем? Он же не сволочь какая-нибудь, иначе хотела бы ты его женить на себе. Нет. Да нет, конечно. Вообще, он, по-моему, только хуже делает. Первейший способ шантажа с дальнейших времен, не допуская его до своего дрожайшего тела хотя бы несколько дней. Посмотришь, как он заводит и запросит сам выполнять любое твое желание. Так ты выяснишь для себя заодно, есть ли у него кто-то на стороне. А, да. Нет, сегодня ничего не будет. Он уехал, а выяснилось, что есть. И он уже не приезжает. Блин! Что там? Спасибо, Лолита! Спасибо! Алло, Шварценеггер? Ну, он уехал! Ну, просто, просто поплакаться. А ты на гольфе сейчас? Гольф играешь? Ну, ладно, потом позвоню. Шварценеггеру прямо дело есть, да? А вдруг? А что? А вдруг? Олло, Марина! Этот хулиган тебя бросил! Ты урод! Настоящий ублюдок! Он, конечно, живет на отдельной планете. Ты с Мариной еще встречаешься. Ну, еще и не с планетной на расследовании, да? И активно сопротивляется, если кто-то претендует на его независимость. Но если ты уже рядом, стоит сделать последний шаг. Ему удобно с тобой. Да, приятно и красиво. Замечательная хозяйка и любовница, но тебе нужно большего. Пригрози ему, что уйдешь в монастырь. К тому же не просто пошути активно, начни готовиться к постригу. Он не отпустит тебя. А вдруг отпустит? Тогда придется идти в монастырь. Ну, нормально. О, Господи! Есть еще экстравагантный способ пригрозить, что готова выйти на улицу голышом с огромным транспарантом. Тут уже просто все идет в ход. На котором будет сообщаться о его мужской несостоятельности. Для подтверждения своих намерений подними телефонную трубку и сделай вид, что разговариваешь с менеджером рекламного агентства. Поинтересуйся, сколько будет стоит заказать подобный красочный адвокат и договорись о скором заключении сделка. И тут он точно поведет тебя в ЗАГС и от тебя не уйдет. Не убьет, нет. Господи. Он не подумает, правда есть, как думаешь? Ну, думаю, да. К сожалению. Для пущей убедительности скажи ему, что в рекламном агентстве интересуется. Будет ли изображен на транспаранте портрет того смелого мужчины. Скорее всего, он не выдержит три минуты твоего телефонного разговора. Если ты не в силы шантажировать его такими способами, то на время забудь о своей безграничной преданности ему. Нет, это не призыв к введению беспутного образа жизни. Просто ты должна будешь сыграть небольшую роль. Постарайся сократить обожающий блеск в глазах и дрожание голоса. Теперь ты светская львица, у которой просто уйма поклонник. Вполне допустим, что ты влюблена в него как кошка, но постарайся хотя бы придумать себе поклонника. Тогда, если он снова уйдет от разговора о замужестве, смело выкладывай козырь. Эти постоянные увиливания от женитьбы наводят тебя на мысль, что пора его бросить. То есть ты его шантажируешь тем, что ты его бросишь. Не будем подробно останавливаться на способах разжигания ревности, так как эту тему мы уже разработали. Просто запомни, что шантажировать можно чем угодно. Сыграть можно на всем. От жизнелюбия до пристрастия к пирожкам с повидлом. Ну, это, конечно, была... Ну, подожди, концовка Лолиты. Это было очень жестко. Фантазируй и действуй по обстоятельствам. Да, блин. Я думаю, что надо поближе к телефону быть, но я уже не могу это слушать. Ну, что тут можно сказать? Ну, надо признать, что ее способы не особо действенны. Надо признать, что у Лолиты есть какие-то проблемы у психического характера. Определенно, да. Она, похоже, чокнутая немного. Вот. Я хочу сказать, что ничего общего с реальностью эти способы не имеют. Они все подходят только для сериалов на телеканале Россия 1, да? Еще на телеканале ТВ-1000 русское кино. Дом русского кино. Я не знаю, у меня нет телевизора. Я не знаю, как они сейчас называются. У меня сейчас тоже нет телевизора, поэтому я не играю в PlayStation. Вот это единственный минус. Вот. Поэтому я как бы... Ну, в общем, все меня поняли. Книга ужасная. Конкретно к этим двум способам шантажа физического воздействия я отношусь положительно. Но не так, как они... для этой цели. Чисто по работе. Вот. А кем ты работаешь? Давай, умолчи. Кровенчиком. Нет. Да. Видел синяки у Маслякова? Зато мы победили! Это было бы смешно. В одну восьмую прошли слабожан. Чув. Зачем, правда, поехали к Маслякову? Ну, ладно. В общем, вот такой получился день плохой сегодня. Нет, был хороший день, до того, как мы начали читать гомерскую. Это что, говно? Я бы хотел сказать, что... Да вы все прекрасно знаете. Вы интеллектуально образованные люди рассмотрите этот канал. Хотя, хотя, могу сказать, что я думал об этом. Что было несколько... Нет, что люди, которые считают интеллектуальными себя только потому, что читают книги, это не всегда совместимо с реальностью. Особенно люди, которые читают книги наподобие вот этой. Просто многие... Я заметил сейчас такую тенденцию вот псевдоинтеллектуалы, они играют в настольные игры, они читают Кинга, они читают другие книги, но... Они, скорее, читают Прилепину. Да, и люди, которых они считают неполноценными в своем физическом, умственном развитии, вот таких людей они вызывают, чтобы что-то им починили, потому что сами они до этого додуматься не могут и вообще ничего полезного для этого мира не делают, насмехаются над другими. Вот такое время мы живем. Время, Винишко Тянов, да, Тяна, или как Тянок, Винишко Тянок, Винишко Кунов. Я тебя не понимаю. Кто-нибудь говорит по-стариковски? В общем, вот такое получилось видео, достаточно странненькое, как и Советы Гомельской. Ну, в принципе, ладно нам не привыкать, были, были веселенькие моменты. Да, неоднократно, особенно, мне понравилось со звездами Голливуда. Если бы у меня были такие связи, наверное, я бы не работал строителем. До свидания. Все, пока. Всем пока. Подписывайтесь на Серегин канал, называется MySumVooks. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok